В Черкесске прошел патриотический форум истории забытых деревень, организованный коллективом Тверского государственного университета. Визит педагогической делегации в нашу республику связан с личностью 101-летнего ветерана Хамита Абуловича Кономатова, который в годы Великой Отечественной служил в дивизии, начинавший свой боевой путь в Калининской, позже Тверской области. На мероприятие побывал Артур Мхце. Я без заглядки написал на этой плите 355-ю знаменитую, прославившую себя победами дивизию. Ветераны из Карачаева-Черкесии Хамиту Кономатову только что вручили реплику или копию того самого знамени, под которым он в годы Великой Отечественной войны освобождал захваченные фашистами территории в составе 355-й стрелковой дивизии, начинавшей свой боевой путь в Калининской, ныне Тверской области. Это стало возможным во время патриотического форума «Истории забытых деревень», который прошёл в Центре молодёжного инновационного творчества и был организован при участии в том числе некоторых потомков бойцов, сформированного в Кировской области войскового подразделения. Дело в том, что наш проект «История забытых деревень» — он про деревни. Про забытую деревню, в частности, мы начинали его в Тверской области, в военное время называется Калининская область. И при съёмках предыдущих серий мы нашли достаточно много материалов про 355-ю дивизию, в которой сражались как кировчане, так и скорочево-черкесии бойцы. Изучая во время реализации патриотического проекта архивные материалы, общественники выяснили, что в Карачаево-Черкесии сегодня живёт человек, который в годы войны находился в составе гвардейской дивизии — Хамид Абулович Канаматов. Поэтому на его малой родине и было решено провести очередной слёт ценителей истории Отечества, куда пригласили школьников и студентов образовательных учреждений республики. Я надеюсь, что мы зародим зёрна в юных головах в нашем поколении, чтобы они задумались и для меня будет счастьем, если они придут домой и начнут что-то искать в интернете, в библиотеке, начнут спрашивать у дедушек, у мам, папу, а расскажи, пожалуйста, что это было, как это было. Вот если это получится, я буду очень счастлив. Инициаторы проекта организовали для молодых людей интерактивные площадки, где все желающие могли ближе познакомиться с частью истории нашей страны. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачао, Черкисия.